Друзья, всем привет! Сегодня у нас опять видеоэксперимент. Нужно проверить на прочность мои титановые шпильки. Они сделаны из сплава ВТ 1.0. Есть такая вот заготовка. Это тоже должна была быть шпилька, но она не получилась слегка. То есть я ее нарезал плашкой. Это единственная шпилька, которую я плашкой нарезал. Все остальные нарезал резцом со сменной твердосплавной пластиной. Смотрите, какое качество, просто фантастика. Никогда у меня не было такого качества. Это наилучший результат из многих лет практики. Так вот, что же получается все-таки? Есть запасная шпилька титановая и есть у меня запасные гайки. Потому что этот комплект под 5 болтовая и соответственно 4 лишних гайки вырисовывается. Либо это можно считать запасом, либо лишними. Я считаю запасом, но одну хочу пустить в жертву для проверки прочности. Сейчас сделаю оправку, имитирующую диск. И через нее можно будет шпильку зажимать гайкой. Нужно будет использовать хороший динамометрический ключ. Попробуем затянуть на 10 килограмм и открутить. Попробуем затянуть на 15 килограмм и открутить. И попробуем затянуть уже на максимум, пока не порвется этот титановый болт. В принципе все просто, погнали делать оправку. Прошу обратить ваше внимание, что машинку не на обум делаю и даже не на авось. Если в чем-то сомневаюсь, то я это дело перепроверяю. Приходится даже, видите, мини-краш тесты делать. На стадии изготовления правда, не на стадии проектирования. У меня мелкосерийная, всего лишь в одном экземпляре делаю. Но вот не дает мне почему-то покоя этот нюанс, что VT 1.0 сплав довольно-таки мягкий. Это хорошо с одной стороны, он растянется, но не сломается. Но хоть бы он был не сильно хлипкий. Если выдержит 20 килограмм натяжку, то это будет хорошо. Если 30, то великолепно. Вот и увидим. Вообще затягивать планирую на 10 килограммах где-то. Ну вот и все, друзья. Я уже готов ломать титановую шпильку. Значит смотрите, что у нас здесь есть уступ. Ну и на шпильке тоже сделал такой. Чтобы не было проворота, чтобы неожиданно не начинать с этим бороться в процессе эксперимента. Также есть конус. Все как здесь. Более-менее точный. И есть довольно-таки большое количество резьбы. Где-то миллиметров 12. Этого должно хватить для эксперимента как раз таки. То есть не сильно много, не сильно мало. Мало может и витки вырвать. Много может будет сильнее заклинивать и больше трения. То есть больший момент будет показывать. Ну в общем все. Можно зажимать в тиски, искать хороший классный динамометрический ключ мощный и пробовать. Поеду опять к своему другу Евгению. И там у него в мастерской. Мастерская мото доктор, друзья, называется. Там высококачественно чинятся мотоциклы и там есть море всякого разного хорошего инструмента. Все, собираюсь и поехали. Все, друзья, приехал я на точку. Сейчас будем с Женькой ломать этот болт. Я еще придумал пару испытаний. То есть взял с собой более мощный болт. Заведомо автомобильный. Это большого мощного автомобиля. Ford Thunderbird. То есть это был 5-литровый двигатель на механике. Рвал я его как угодно, болтам хоть бы хны. И вот мы сравним, если что, вот это и вот это титановое. Если это хотя бы 70 процентов от этого будет, то все офигенно. Посмотрим, как получится. Серьезно я взял? Да. Начнем с 5 килограмм. 5 килограмм есть, да. Попробует может открутить или это еще слишком мало? Нет, после 10 попробуем открутить. Логично? Сейчас 10 килограмм. Да, 10. Тянется. Выдержал, но тянется, да или нет? Нет, не тянется. Просто дальше заходит, да? Так, 10 есть, уже неплохо. 12 попробуем. Поэтапно, как бы получается поэтапно. Просто оно же когда-то дрыснет там и мы уже раскрутить не сможем попробовать, как себя поведет гайка именно. Давай 12 по синевому и я думаю 12 выдержит. 12,6. Вот так оно как-то крутится, непонятно. Не выдержало короче. Нет, еще есть такое впечатление, что сжимается сам. Алюминий? Да. Оно тянется. Вот в чем прикол. Что за прикол? Да. Погодь, погодь, погодь. Уже три оборота. 12 выдержало. 12,6. С какими-то страшными страхами. Давай раскручивать, смотреть что получается. Жалко я не замерил длину. Вороток поменяю, чтобы не насиловать ключ. Легко крутится, да? Вроде бы легко, все нормально. На гайке следы? Вообще ни о чем. После затяжки 12,6 килограмм такие следы на гайке. То есть момент довольно-таки серьезный. Так его никто тянуть не будет естественно. Здесь смотрим. Тут вообще никаких следов особых нет. Что же это было? Почему оно так тянулось сильно? Ты сколько оборотов-то сделал? Два-полтора? Два. Два оборота я сделал. Почему так было? Надо было замерить. А может оно снизу входило? Нет, тут свободно снизу. Я думаю, что нужно померить его. И еще попробовать 13, например. Давай так и сделаем. Давай померяем и 13 сделаем. 80 и 9 десяток. Вот. Еще пришла мысль попробовать, а не вытянулась ли резьба? Сейчас калибром резьбовым промерим. Что-то есть? Что-то есть, да. Мне нравится, реально не нравится. Сейчас посмотрим. А вот же есть, вот же есть этот. Здесь идеально. То есть резьба все-таки вытянулась на 12,6 килограммах. Вот так вот. А это можно, знаешь, как? Сейчас ступенчато проверить. Смотрю. Здесь не должно быть? Да, давай заснимем. Сейчас я сфокусируюсь. Здесь нормально. Здесь пока тоже. Тут уже укушается. Тут вообще хуже. А дальше? Тут хуже. Да, тут где она закручивалась, отлично. А тут потянутая. Потянула резьбу. Интересно, во сколько она начинает там все это тянуть? Давай испытываем дальше. Докручиваем. Так оно все уже и так понятно. То есть, я думаю, больше 8 килограмм нельзя уже такие закручивать. Больше 9. Восьми думаю. Ну 9 предел. Почти 14 килограмм. Вообще это делается без рывков, когда затягивается какая-то либо деталь одним ходом. Понятное дело. Тут видишь. Есть, да? Так, 140. Вроде бы ничего не потянуло. Как будто предела достигла текучести. Да. Или как там это называется? Еще добавил? Сейчас добавлю. Делаю 154. Так. Гайка вообще мощная. Гайка алюминиевая, причем алюминиевая. Представим, да? Да. Я хочу просто вытянуть болт, чтобы он был 81. Хотя бы десятку добавить, чтобы померить. Я думаю добавим больше. Я тебе не скажу сколько. О господи. Ты меня пугаешь. Так, раз, поехали. Выдержала и сколько? 182. Тянем, потянем. Но уже вытянулась. Гайка просто конская. Конская, да. Вот вам и алюминиевые гайки. А если бы я на три витка ее закрутил, как многие считают, три витка достаточно, уже давно бы она слизалась бы. Еще сколько-то накрутил? Да, потом скажу. Неудобно. Удлинить может? Нет. Сейчас я вот тут нашел положение. Силы хватает? Окей. Мамаджан, мамаджан. Все, пошел тянуть. Точно. Может промерим? А то сейчас лопнет. Я поставил 210. Ого. Все. Ну это все уже, да. Да. Это уже бессмысленно. Можно конечно дать? А, ты максимум поставил? Максимум. Все. А как же мы будем заводской испытывать? Мы его точно измерим и дадим 21 килограмм. Я думаю, он тоже это выдержит, как минимум. И посмотрим, тянется он или не тянется. Я сомневаюсь, что он будет тянуться. Он скорее лопнет, он каленый. Что он потянутый? Визуально. Визуально даже? Ну да, видно. Там такие витки, а там такие. Вот здесь короткие, а тут длинные. Либо надо их переделывать полностью, либо можно закрутить на 8 килограмм, поездить, посмотреть, как оно будет. Будет ослабляться или не будет. То есть проконтролировать этот вопрос. И уже дальше думать, их оставлять. Или на ВТ-6, ВТ-5 или ВТ-8 переточить титан. Просто титан попался в ВТ-1,0. Я сразу понял, что он мягковат. Сколько добавило? 81. Короче, считай миллиметр добавил почти. И я думаю, тогда тянуло и тоже добавило там. Думаю, сколько кругов мы прошли. Один круг это полтора миллиметра как бы по резьбе. Нехило так. Жесть. Вот такие испытания болта титана. Кстати, выдерживает 20 килограмм. Хоть и потянуло, но не оторвало. ВТ-1 деформационный. Ну да. А гайки вообще зачёт. Гайкам хоть бы что? Большой жирный плюс. Вот так она выглядит. Вон там снутри никаких проблем с резьбой нет. И здесь она даже не вдавилась никак. Елозило по алюминию. Здесь тоже на гранях всё нормально. Окей, короче. В общем, заводскую сверх мощную шпильку я измерил. Всё. И штангель оставляю в таком положении. 21 килограмм сразу можно давать. На них обычно ногами прыгают даже. И всё как бы нормально. Вообще в касании, да? Всё, дальше ключ не мучаю. Беру вороток. Давай. Ты запомнил, что такое 20 килограмм? Да. Сколько будешь сейчас давать? 40? Если отлетел, то все 70. Все 70? Ты очки бы хоть одел? Да. Потянул, да? Или нет? Нет. Болт нет? Нет ещё. Вот сейчас. И сколько дал? 40 дал? Побаля. Может проверим, потянулся болт или нет? Чуть-чуть сейчас. Расслабиться, да. Сломать хочешь? Гребля. Хорош, хорош, хорош. Спину тянуть не надо. Я тебе скажу, никто не верил в эти алюминиевые гайки. Да, вот какие следы после ключа. Немного свернуло получается гайку. Всё вращается, резьба на месте. Всё выдержал. Труха есть? Нет. Трухи нет даже никакой. Это мусор с этого болта. Тривой был. Резьба уже не первой свежести. Можно замерить как есть. Так вот. Прессовалась сильно. Ну и что? Да. Сейчас. Хоть чуть-чуть потянул. Почти нет, да? На сотку потянуло. Да, на сотку, на две. Ну что ж, ребята, основная аналитика такая. Вот этот титановый болт оказался немножко резиновым. Он вытянулся. И по факту его больше чем на 8 килограмм затягивать нельзя. Мы попробуем, конечно. Если не будут колеса ослабляться, будем их использовать. Если будут, я потом всё переточу. Всё взаимозаменяемо. Потому что со стандартной ступичной шпилькой это просто несравнимо. Ну а гайки вот эти китайские просто поразили нас. Ни я, ни Женя мы не ожидали, что они будут такое выдерживать. Чудовищное усилие. Не знаю, сколько Женя там давал. Но 50 килограмм наверно точно. Никто в здравом уме так давить не будет. Обычно там 10-12 килограмм. Всё, это стандарт. Ни резьба не повредилась, ни вот этот конус. Здесь естественно мы давали гигантскую нагрузку. Даже вот оно немножко винтом пошло на огромной нагрузке. На небольшой всё было хорошо. Так что ссылку, ребята, дам я в описании. Вдруг кому-то это подойдёт, понравится поставить алюминиевые гайки на свой автомобиль. Вещь реально крутая. Там есть разный шаг резьбы и 1,25 и 1,5. То есть можно подобрать по своему авто. Есть разные длины. В принципе там смежные можно категории посмотреть. Вплоть до того, что существуют даже титановые гайки. Как оказалось, их я не заказывал. Они сильно дорогие. Друзья, кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Если зашли такие эксперименты, поставьте двойной лайк, тройной. Всем пока, до новых встреч. Друзья, как финиш, я собрался ломать этот болт. Сейчас мы его сломаем без динамого ключа, потому что его просто нет под такую нагрузку. Обычным воротком ломаем. Сейчас посмотрим, что будет. Всё, понеслась. Всё, ломаем титановый болт. Вниз попроще давить? Да. Всё тянется, по-моему. Подожди, стоп, стоп. А воротком попробовать закрутить? Как усилия будут? Есть у тебя вороток? Маленький? Автомобильный. Конечно, когда трубой такой тянешь, это всё прекрасно. Это понятно. Но мы его... Всё, уже всё. Ладно, погнали дальше. Дай гайку надо добить. Гайку не добьешь таким болтом. Сколько метров уже вытянулось? Уже легко идёт, да? Или так же? Да не сказать. Я весом 86 килограмм. Тут где-то сантиметров 65-70. Что-то так легко пошло. Всё, уже устало. У нас горячий, мне кажется, сейчас. Что за дичь? Ты не устал тут? Не зря же ВТ-01, деформационный. Всё. Всё? Да. Выкрутить можно? Да, можно. Интересно, просто держится она или нет. Плоскогубчиками, если зацепить. Ну и что? Жёстко? Горячий? Тёплый. Тёплый, тёплый. Вот такая резьба. Уже, наверное, шаг 2-0 вместо 1,5. Какая-то овальная стала, повело в овал превратилась. Ты так хочешь? Оно должно легко. Гайки из адамантия сделаны, ни с какого не алюминия. Можно с них бронежилет сделать. До дна дошло? Нет, 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 не дошло. Моё почтение. Всем пока! Продолжение следует...